Всем привет, это Animon. В этом очень коротком уроке мы добавим операторы break, continue, а также цикл do while. Идём в token type и добавляем нужные нам ключевые слова. do, break и continue. Добавляем обработку в lexir. Всё то же самое, как и раньше. do, break и continue. И здесь в токенах do, break и continue. Теперь переходим к парсингу. Тут я уберу, пожалуй. Здесь в statement мы будем обрабатывать наши ключевые слова. Но для начала неплохо бы добавить в ast их реализацию. Начнём с break, breakStatement. Как всегда мы реализуем интерфейс statement. Реализуем метод execute, а также, чтобы не забыть, toString. Итак, у нас в execute нам нужно, как только мы встречаем break, нам нужно выйти из цикла. Чтобы это сделать, легче всего подходят исключения. Мы расширяем наш класс, то есть наследуемся от runtime exception. И как только мы встречаем breakStatement, мы просто выбрасываем исключения. То есть выбрасываем сейчас саму себя, breakStatement. Всё очень-очень просто. И здесь в toString мы пишем break. Сейчас мы это всё проверим. Я добавлю в parser обработку пока что только одного оператора break. Если мы встречаем break, то возвращаем breakStatement. Чтобы это всё работало в циклах, нам нужно сделать в for и в vile некоторые добавления. то есть если мы получаем исключение breakStatement, то выполняем оператор break. И тогда вот сюда statement закидываем в блок try. Теперь можно это попробовать. Я скопирую и то же самое сделаю в vile. Теперь изменю программу и здесь как только у нас... Если у нас i становится равным 4, выполняем break. Проверим. И так вот у нас дошло до 4. Теперь то же самое добавлю в цикл for. Здесь до 4 дошло и всё. И здесь тоже. То есть у нас break работает. Реализация у него очень-очень простая. То же самое и для continue. Я скопирую. Теперь у нас будет continue statement. Здесь поменяем break на continue и всё. Осталось только реализовать в циклах for и while ещё одну ветку. Если мы встречаем continue statement. Тогда мы вызываем continue. Но вообще-то здесь continue нам не нужен. У нас дальше нет и так операторов. То есть мы по-любому даже хоть с этим continue, хоть без, мы всё равно перейдём к следующей итерации. Поэтому просто закомментируем это. Теперь добавим то же самое в цикл while. Проверяем. Теперь у нас должен проскакивать четвёртый вариант. Когда у нас и равно 4, мы будем перескакивать операцию вывода. А здесь мы, кажется, зациклимся. Поэтому я чуть-чуть видоизменю. Сделаем вот так. И так. А, конечно же, я забыл добавить реализацию парсинга. Если у нас continue, тогда мы возвращаем continue statement. Теперь пробуем. Четвёртый у нас вариант пропускается здесь и пропустился здесь. Всё работает. Всё отлично. Осталось только реализовать цикл do while. Здесь я закрою и while скопирую. У нас он будет очень-очень похожим на цикл while. Затем лишь исключением, что у нас сначала идёт операторы, а в конце уже условия. и здесь заменить do, потом statement, потом while, и потом условия condition. while st добавили. Осталось в парсере. Если у нас встретился токен do, тогда мы переходим к парсингу do while. здесь то же самое, что и while почти. Итак, do while. Сначала мы парсим statement. О блок, потом мы парсим, у нас будет токен while, и после него уже condition, то есть условия. и возвращать мы будем do while. Кажется всё. Осталось только добавить пример. Здесь я уберу лишнее, как всё было изначально. и теперь добавим do while и меньше десяти. Итак, i равно i плюс один, и здесь тоже. Выведу print. Итак, пробуем, хотя я лучше распишу. Здесь у нас do while, потом у нас идёт while, и в конце cycle for. Запускаем. Это у нас отработал for, это while, и вот это do while. На этом всё. Мы добавили цикл do while, а также операторы break и continue. Сейчас расскажу, как это всё работает. Как только мы встречаем break statement, либо continue statement, мы выбрасываем исключения. И вот благодаря этой системе исключений мы можем прервать ход операторов в цикле. Скажем, вот здесь, либо вот здесь. И попадаем мы в блок catch. Если у нас был break statement, мы попадаем вот сюда. Если continue statement, вот сюда. Таким образом, можно также реализовать и оператор return, выход из метода. Вот, то есть система исключений достаточно мощная. Если мы убрали бы отсюда обработку исключений, мы вышли бы на верхний уровень. То есть мы вышли бы куда-нибудь туда, где мы делаем try catch runtime exception, либо break statement, либо continue statement. То есть пока мы не удовлетворим условия вот этого вот нашего break statement, либо runtime exception, мы будем выходить наверх по иерархии. То есть мы можем так аж дойти до самого main. Ну, вроде объяснил. Если есть ещё какие-то вопросы, спрашивайте, я с удовольствием отвечу. Что же, всем пока. Пока. Пока.